Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Страна-индустрия». С вами ее ведущие Михаил Струпинский и Анастасия Вилоногова. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях президент ТПП РФ Сергей Катырин. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Этой передаче мы открываем уже третий год работы нашей передачи, программы. Спасибо, что помогаете нам ее открыть. Расскажите, пожалуйста, сегодняшний день ТПП. Скажем так, основные направления, движения. То есть, как обновляется ТПП сегодня? Ну, прежде всего, то, что она себя сегодня представляет, это 180 палат на территории Российской Федерации, которые входят в нашу систему. Это 33 комитета, которые работают на общественных началах, которые занимаются проблематикой в основном нормотворчеством. Это законодательство, подзаконные акты, которые помогают нам формировать смыслы от имени бизнеса для того, чтобы предлагать государству какие-то решения. Это достаточно серьезная зарубежная сеть, порядка 40 стран, которые мы охватываем. Это 74 деловых совета, точнее сказать, с 74 странами у нас создан деловый совет под эгидой палатой, которые нам помогают работать на внешнем треке. Ну, это деловые советы ШОС, БРИКС. Которые, в том числе, вы возглавляете. Да, мне поручено возглавить эти деловые, давно уже достаточно, и мы стараемся там тоже на этих треках работать активно. Ну, так, если вкратце говорить, это такая, ну, конечно, наше основное акционерное общество, которое мы являемся главным акционером, и которое работает на интересы бизнеса. Это экспоцентр московский, у всех его известный, и центр международной торговли на Красной Пресне. Ряд других структур. Ну, каждая из структур, которая работает под наши эгиды или создана нами, она нацелена на удовлетворение тех или иных интересов бизнеса. Это то, что сегодня система, так, если вкратце говорить, представляет. На чем мы сейчас активно работаем? Ну, прежде всего, конечно, мы нацелены на то, чтобы создать электронную палату. Ну, сегодня все говорят о цифре, о переходе на цифру. Мы этим немножко раньше, чем об этом заговорили, начали заниматься. Не из-за того, что мы там самые умные, а из-за того, что мы понимали, что бизнес, который мы объединяем, у нас 52 тысячи предприятий, организаций, которые являются членами палаты. У нас на федеральном уровне порядка 300 союзов ассоциаций бизнеса на федеральном уровне и порядка суммарно 500 региональных союзов ассоциаций членов палаты. И, конечно же, мы понимали, что, кроме того, палата – единственная структура и заведение предпринимателей, которая не только объединяет и отражает интересы, но еще и оказывает услуги. Это прописано в законе о палате. Мы, кстати, единственное объединение предпринимателей, которое имеет закон о себе с 1993 года. Ну и мы самые старые в России, потому что создана палата была в 2017 году. Сто лет. Да, сто лет. Мы, понимая запросы бизнеса, которые мы объединяем, тех, кого мы обслуживаем, а мы в течение года обслуживаем порядка полумиллиона предприятий, оказывая различные услуги, понимаем, что максимум наших услуг должно быть в электронном виде, чтобы это было удобно, быстро, надежно для наших предпринимателей. И вот мы начали выстраивать электронную палату, над этим работаем. Некоторые сервисы мы уже перевели в электронный вид, некоторые переводим. Есть те, которые требуют непосредственно участия, проведения экспертизы на месте, надо на предприятии побывать, чтобы увидеть работающее предприятие, что оно выпускает. Одной электроникой не обойти. Да, здесь неизбежная работа. Но есть ряд вещей, которые мы способны делать дистанционно, которые мы делаем. Мы стали регулярно общаться в электронном виде, что называется, так называемой сессии ВКС по видеосвязи с нашими палатами, для того, чтобы иметь возможность почаще им давать информацию от них, получать встречные вопросы, на которые есть проблемы, над которыми надо работать. Ну и естественно, что мы постарались пойти и навстречу бизнесу с точки зрения того, что не только через сеть наших палат работать с предпринимателями, но вот по случаю столетия мы ряд проектов организовали, в которых мы постарались напрямую выйти к предприятиям, в данном случае лучших предприятиям, и поработать с ними напрямую, чтобы почувствовать, что называется, из первых урок от тех, кто работает на земле, какие есть проблемы. Это вы говорите о проекте «Сто проектов». Да. Проект очень многогранный, интересный. И было бы интересно и понять сам проект, и познакомиться с его результатами, и понять его будущее. Есть ли оно у него? Задуман он был по случаю столетия. Было столетие палаты. В 2017 году Временное правительство первой палаты организовало. Хотя прототип палат существовал в России издавна, на базе биржевых советов, так называемых. В том числе и в здании, в котором мы находимся, это здание Московской биржи, там вообще заседал биржевый совет, в котором все ведущие на тот момент бизнесмены, Россия, купцы, предприниматели, Рыбушинский, Мамотов и прочие заседали в этом биржевом совете. И вон там большей частью эти биржевые советы славились не организацией биржевой торговли, она как бы это такое второстепенное дело, а тем, что они вырабатывали то, над чем мы сегодня работаем. Политику, взаимоотношения бизнеса с государством, с властью и так далее. Там неоднократно император присутствовал на заседаниях в этом биржевых советах. То есть это была серьезнейшая структура, к которой так серьезно относились. Ну и по случаю стулетия нам захотелось очень поработать проектом, который дал возможность нам выявить, во-первых, лучшие предприятия среди членов торгово-промышленной палаты, во-вторых, сделать достоянием гласности опыт работы, который у них есть, лучшие практики выявить, дать возможность с этими практиками познакомиться другим. Но с другой стороны, нам хотелось и для предприятий сделать от имени федеральной палаты какие-то вещи. Во-первых, мы хотели, конечно, информацию, чтобы о них пошла. Не только в регионе, но и по стране. Мы хотели, чтобы они поучаствовали в различных бизнес-миссиях, российских и зарубежных бизнес-миссиях, во встречах с различными руководителями разного уровня, которые у нас организуются в палате, с министрами у нас много встреч проходит, тем, чтобы они имели возможность тоже задавать вопросы, слушать. Мы обеспечили их возможностью участия в выставках, которые проходят на нашем экспоцентре, ну профильных для каждого предприятия, свои какие-то интересы, чтобы они там имели возможность поучаствовать. Естественно, чтобы мы сделали фото-выставку с той предприятий в Госдуме и устроили встречу с депутатами Госдумы наших предпринимателей из этой сотни. То есть у нас достаточно много. Мы провели серию бизнес-классов, серию мозговых штурмов, мы дали возможность, постарались каждому предприятию дать ментора, который помогал им формулировать смысл на будущее, выстраивать программу стабильного и развития этого предприятия. Ну много достаточно мероприятий мы постарались сделать, которые были на цели на то, чтобы дать дополнительный стимул развитию вот этих вот предприятий. То есть это такая индивидуальная работа была с каждым предприятием? Я бы сказал так, что она была и коллективной, и индивидуальной. Я вам должен сказать, что это для меня было удивлением, честно говоря, и для моих коллег. Ну потому что все они, ну как лучшее предприятие, они, как правило, на виду, как правило, имеют достаточно широкий круг общения и с руководящими органами между собой. Но это было удивление, что для них одним из важнейших итогов от этого года работы с ними была эта возможность общаться со своими коллегами из других регионов. И многие там начали завязывать уже и бизнес-связи, делиться опытом, и перенимать какие-то практики. И для них это было одним из важнейших элементов вот этой нашей с ними совместной года роботы. Поэтому там были элементы индивидуальной работы, несомненно, но и были много достаточно элементов мозгового штурма и коллективных работ с тренингами и так далее. Ну и когда год закончился, и мы считали, что это проект на год, хотели подразить итоги, вот все предприниматели из этой сотни сказали, нет-нет-нет, проект вы можете продолжать, мы остаемся в нем, набирайте на следующий год новые сотни, у нас будет две сотни с вами работать на следующий год. Мы объявили. А почему им понравилось? Что такого в этом проекте было? Мероприятий же масса проходит разных всяких. Я думаю, что в первую очередь то, что работали индивидуально с ними. В том числе. Еще чтобы увидели внимание. Они почувствовали себя частью, в том числе этого коллектива из 100 лучших. Они почувствовали себя частью федеральной даже палаты, не только своей региональной. В региональных они все состоят, и многие из них в руководящих органах региональных палат. Но как-то для их бизнеса это помогло? Ну, несомненно. Потому что если бы это не помогло, каждый бизнесмен в первую очередь из всех вещей, которыми он занимается, видит практическую отдачу, что это дает его бизнесу. Что это было? По-вашему впечатление? Я думаю, что возможности, новые знания, которые имели практическое применение для них, новые связи, которые имели практическое применение для них. То есть открытие каких-то табу, шоу, то, чего они не знали. Новые пути развития, да. Конечно, это что-то в знаниях, в развитии, что-то в связях, что-то они приобрели каких-то людей, с которыми есть возможность в постоянном режиме дальше развивать свой бизнес, как консультантов или как партнеров. Через неделю какое-то продолжение. Если бы не было такого, думаю, что не было такого массового желания продолжить проект. Потому что бизнес-люди практически. И тратить попусту время на каких-то посиделках никто не будет. Поэтому, ну, конечно, нам было приятно, что они так высоко оценили нашу работу. Команда, которая занималась у нас специальной командой, вице-президент, которая занималась именно этим проектом. Ну, не только им, у нее нет проекта. Но вот Лена Дребова, она, так сказать, предметом этим проектом занималась. Вести их была месяца два назад. Да, как один из итогов этой работы, это вот такая оценка, что захотелось коллегам дальше работать. Мы объявили уже новый набор, что называется, получили еще больше. У нас там более 600 претендентов было на эти 100 мест. Тоже с трудом отбирали. Практически вся страна представлена. Но если говорить о результатах, назвать регионы, которые наиболее удачно в этом плане поработали, которые наибольшее количество предприятий, которые смогло войти в эту сотню, это, конечно, Московскую область, там, по-моему, 17 предприятий, это Липецкая область, это Краснодарский край, это Свердловская область. То есть там коллеги по нескольку предприятий, которые были представлены. Рекордсменам, конечно, Московская область, но это вполне понятно. Здесь и инвестиционный потенциал очень высокий, и интеллектуальный потенциал Московской области, огромное сосредоточение предприятий. Что нас порадовало, несомненно, я хочу вам сказать, что больше половины это были производственные предприятия, 50 с лишним процентов. Порядка 30% предприятий это сфера услуг. Это и транспорт, это и туризм, это установка, так сказать, IT-программ и так далее. Ну и там порядка 20% это сфера торговли и то, что с этим связано. Поэтому это, на наш взгляд, самое главное, что нас порадовала производственная часть. Серьезнейший потенциал, который, я вам хочу сказать, за год многие вещи и для нас открыл. То есть, ну как, подсказал, что в первую очередь ждут предприниматели, которых мы объединяем от торгово-промышленной палаты. Вот это очень интересная часть разговора, которую мы бы хотели более плотно продолжить после рекламной паузы. Сергей, давайте на этом ненадолго прервемся. Дорогие телезрители, рекламная пауза. Дорогие телезрители, рекламная пауза. Программа «Страна-индустрия». С вами ее ведущие Михаил Струпинский и Анастасия Вилоногова. И снова здравствуйте. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Еще раз здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, давайте вернемся вот к разговору именно, ну скажем так, о тех точках роста или о тех ожиданиях, которые, скажем так, могли бы способствовать развитию бизнеса, развитию индустрии, развитию всех направлений бизнеса в нашей стране. Ввиду своего особого положения Торгово-промышленная палата, она даже не на нерве находится всего этого, она на сплетении различных нервов. Там и экспорты, внутренняя активность, множество вопросов. Вот если бы можно было услышать от вас, как от первого лица, как вы сами видите сегодня, где точки роста, где что, как может быть улучшена, изменена ситуация, какие ожидания у бизнеса? Ну, я бы начал, знаете, с одного из главных вопросов, который, конечно, всегда мучает бизнес всех масштабов, в первую очередь, конечно, малый и средний. Это доступ к дешевым длинным деньгам. И эта тема, ну, она вечная. Вечная. Да, практически для нашей страны, к сожалению, в последние годы особенно. Острые проблемы. Поэтому это один из главных вопросов, доступ к финансовому ресурсу. И, естественно, что серьезнейший рост мы можем ожидать. Вы знаете, ну, вот наша практика показывает в работе с бизнесом, где-то при ставке в 7-8% на руки начинается достаточно активный инвестиционный процент. Когда, если она до 5% доходит, то это бурный достаточный рост инвестиций в капитал основной и так далее. Вторая тема, конечно, которая тоже, к сожалению, для современной России достаточно стала традиционной. Это контрольно-надзорная деятельность и административный пресс. А что там? Ну, количество контролирующих органов у нас много зашкаливает. Просто, по-моему, 34 официально министерства, ведомства, которые контролируют что-либо. Хотя в последние годы, конечно же, государство делает серьезнейшие шаги. И то, что сейчас это под контролем Генпрокуратуры, без ее разрешения нельзя проверки делать. Сейчас реестр этих проверок. Но количество обязательных требований, которые сформулированы по отношению к бизнесу, их бесконечное множество. Некоторые из них, не чуть ли, а есть, которые со времен Совета народных комиссаров. Их никто не отменил еще. Вот сейчас очень решительный шаг, задуманный, он уже объявлен председателем правительства, так называемая нормативная гильотина юридическая. Это попытаться, я очень надеюсь, что это получится, каждому ведомству сформулировать перечень обязательных требований, согласованные с представителями бизнеса сообщества. То есть, что это действительно надо обязательно выполнять, потому что или сгоришь, или там убьешь кого-то, или отравишь, или что-то такое. Вот по каждому ведомству обязательный перечень требований, согласованный с бизнесом. его затверждают, и все остальное после принятия автоматически просто исчезает. То есть ты знаешь обязательный перечень, и все, что там дальше кто-то придумает, оно не существует. Вообще намечено это в течение двух лет сделать. По крайней мере, сейчас этим занимается руководитель аппарата правительства предмета Чуйченко. Сам лично, что называется, этой темой занимается. Нас уже дважды собирали. И вывод торговой промышленной палаты виден и слышен. Да, конечно. Мы свою точку зрения высказываем, и на встрече с председателем правительства, которое он проводил, мы тоже высказались. Поэтому сейчас эта работа ведется, это очень серьезная тема, она достаточно давно сильно мучает бизнес всех масштабов. Очень серьезный шаг сделал в своей работе с бизнесом Федеральной налоговой службы. Надо дать им должное. Хоть и к ним там многие по-всякому относятся, но я считаю, что... Движение у них самое быстрое. Самое быстрое. Я думаю, что справедливо отмечают коллеги зарубежные. Одна из лучших служб в мире сегодня. Это правда, потому что она необычайно интеллектуально оснащенная. У нее программные продукты, личные кабинеты. Сделано все, чтобы дистанционно максимум всех вопросов снимать, платить. Удобно для жителей, для предприятий и так далее. Ну, как всегда есть, конечно, там лучшее, так сказать, оно всегда еще впереди и к чему стремиться. Но, в принципе, они вот уже, я считаю, очень здорово поработали. Сегодня очень здорово таможенная служба, федеральная таможенная служба шагает вперед. Кстати говоря, одна из самых открытых служб сегодня. Вот раньше это был такой... Свой мир. ...черный ящик, да, такой определенный. Сегодня это одна, но, может быть, даже самая открытая служба для бизнеса, потому что все вопросы, которые только есть, все обсуждаются в открытую, причем с первым лицом. Сам Иоанн Иванович всегда участвует во всех этих дискуссиях, советы ведет, на них присутствует. Они тоже очень много сделали для того, чтобы в электронный вид перейти, чтобы общаться тоже. По максимуму убрать личный контакт участника внешнеэкономической деятельности с таможенником, физическим лицом, а по максимуму все общение перевести в электронный вид, минимум общения. — Еще не до конца заработало, но, по крайней мере, шаг сделан огромный. — Да, нет. Но они сейчас объединили информационный ресурс с федеральной налоговой службой. Это упрощает многое вообще в жизни, потому что там и там одна и та же отчетность с этим, с теми и так далее. Но это и наводит порядок. Ведь нормальный бизнес, он за обеление бизнеса, за то, что все в чистую работают. Потому что тот, кто работает в серую, в черную проводит, он уже конкурентное преимущество имеет перед тобой, потому что он не платит там налоговые платежи, там много чего не делает. — Искажается экономическая картина. — Абсолютно. Вообще конкурентное поле действительно серьезно искажается в этом случае. Так же, как вот вопрос самозанятых. Это же не только вопрос, что налогов не получаем. Это серьезное же искажение конкурентного поля в стране. Потому что вы официально зарегистрировались, снимаете площадь, платите за площадь, платите налоги, печете торты. Кто-то там у себя на кухне делает десяток тортов, выходит там или не выходит. — Через Инстаграм рекламируют. — Да. И в гаражах ремонтируют. Ну, много у нас вообще чего. У нас народ талантливый, на руки, быстрый, поэтому делает все, что хочешь и умеет. И поэтому сейчас попытались первый шаг сделать для того, чтобы вывести вот тех, кто сегодня самозанят, так называемое, и чтобы они легализовались, начали платить хоть какие-то средства, и о них узнала, так сказать, страна. Но мне кажется, тут надо будет идти дальше, потому что нужно создать преференции. Пока мы как бы облегчаем их жизнь, но если так порассуждать, вот вы, условно говоря, такой самозанятый, там, ремонтируете квартиры. Ну, вам сказали, что вот вы выйдете из тени, будете платить. Ну, хорошо, станете в легальном, как бы, понимаете. А что для вас в лучшую сторону изменится? Вы сегодня хорошо живете. Доходы его больше не станут. От этого отдать он что-то должен. Что-то нужно думать над тем, что должны быть какие-то преференции. Государство должно дать. Или, так сказать, закрыть рекламу для одних и создать возможности для рекламы других, кто официально зарегистрирован. Или дать возможность какие-то, так сказать, дополнительные преференции. Не простого. А кто больше простого? Простого ответа, наверное, не видно. Да, но надо думать над тем, каким образом с этой категорией людей работать. И это одна из тем, которые тоже нас очень волнуют. И мы с бизнесом это рассуждаем. Вот семейный бизнес. Ну, вот очень хорошая тема, вы понимаете. У нас впервые в России в прошедшем году ТПП Палата, все временно я хочу сказать в России, провела форум семейного бизнеса. И что? Почему мы к этой теме обратились? Мы посмотрели 92-94% в нашем малом бизнесе, это микробизнес. Вот он, если брать то, что мы считаем, относим к сфере малого бизнеса, это микробизнес до 15 человек. Ну, что такое микробизнес? Подавляющее большинство этого микробизнеса это семья и семьи соседей. Абсолютно верно. Это семья, минимум каких-то нанятых со стороны, как правило. И большая часть, хотя я не могу сказать, какая большая, потому что в статистике у нас такой не ведется по семейному бизнесу. Просто и с микро, там, малый, средний, крупный и так далее. Поэтому сказать в количестве, но мы по ощущению по работе с нашими предпринимателями, членами Палаты, мы ощущаем, что это большая, значительная часть. По-моему, около 80% компаний уже даже не малых, а средних немецких. Это не семейный бизнес? Ну, почему средних? Симонсет семейный. Ну, я уж не говорю о гигантах. Их не так много. Там много публичных компаний уже. То есть, в процентном отношении там все-таки семейных меньше. Хотя тоже есть. Семейные, семейные. Это огромное количество на Западе, и в Германии, и в других странах семейного бизнеса. Ну, поэтому и то, что это значимо с точки зрения количественных показателей, это значимо с точки зрения социальной. Если ходить в государственной политике. Семейный бизнес никуда свой бизнес не повезет. Очень компактно, очень стабилен. Он видит свое развитие в своей стране, потому что здесь его дети, он хочет оставить это детям, внукам и так далее, развивать. И он может быть интернациональным. Но если он здесь зарожденный начал работать, то в подавляющем большинстве, конечно, он настроен на государство. Это как раз та вяжущая среда, которая не дает маятнику политическому качаться как в крайне левое, так и в крайне правы. Вы один из первых, если не единственный, кто вот впрямую говорит о семейном бизнесе в России, как о состоявшемся, скажем так, явлении. Ну, я вам хочу сказать, что в России дореволюционное семейный бизнес играл огромнейшее значение. Практически все, кого мы называем, там Рябушинский, Мамонтовый, Литяков и так далее, это все семьи. Это все семьи, которые создавали огромный капитал, которые в социальном плане вели огромную работу. На одной из круглых столов, куда мы пригласили, представитель Калуга, если мне память не изменяет, и он рассказывал об одном купце, который был, по-моему, дедом Натальи Гончаровой. Так вот, он не самой высшей категорией был, этот купец. Так вот, этот дедушка Наталья Гончаровой мог на свои доходы в течение года содержать Российскую империю. Вот такой был купец. Ну, правда, он привел одного из наших олигархов, который сказал, на тот момент самый богатый из российских олигархов, сказал, вот он может просто содержать одну неделю. Ну, бог с ним, пускай не надо, нам же кто-то содержал, пускай государство само содержит. Здесь ключевое слово «мог». Да, это вот просто пример того, что такое семейный бизнес, что такое человек, который работал в своей стране, на страну и так далее. И он там очень серьезные деньги оставил, правда, до Гончаровой ничего не дошло, она уже была... Это уже другая история. ...бедная даже человек, потому что все промотали до нее. Здесь тоже все нормально. И такие люди у нас в стране есть. Так что всякое было. Ну, так я возвращаюсь к семейному бизнесу, нам показалось, что эта тема чрезвычайно важная со всех аспектов, и мы собрали впервые такой форум, и я вам должен сказать, что чрезвычайно большое количество проблем, которые имеют семьи. Мне очень импонирует, что и министр экономики Максим Саниславович Орешкин открикнулся, и Денис Валентинович Мантуров, они участвовали в этом форуме оба, слушали пожелания, слушали проблемы, которые есть, и готовы пацанами вместе поработать над темой семейного бизнеса, и сейчас мы активно стараемся над этим поработать. Ну, в первую очередь, конечно, юридически надо достать большой слой всяких вот этих вот проблем разрешить юридически. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. В эфире была программа «Астрана индустрия», в гостях у нас был Сергей Катырин, вели передачу Анастасия Белоногова и Михаил Струпинский. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова